Привет друзья! И снова поговорим о посылках. Вчера интернет буквально взорвала новость о том, что в правительстве готовится какой-то тайный законопроект, которым хотят ограничить право людей на беспошлиный ввоз товаров из-за рубежа. Сегодня в Украине действует лимит в 150 евро. На эту сумму вы можете купить любой товар за границей, ввести его в страну, пользоваться и не платить с него никакие налоги. Так вот этот лимит хотят снизить до 22 евро. Из товаров, которые стоят свыше этого лимита, будет взиматься растаможка и НДС, примерно 30%. Запаковано это изменение будет в то, что с помощью этого ограничения мы боремся с контрабандой. Но друзья мои, в украинских реалиях введение этой нормы только лезет в карман украинцев, забирает у них дополнительно деньги в бюджет, но никак не борется с контрабандными схемами, потому что корень бед контрабандных схем с помощью посылок и доставок кроется совсем в другом. Ограничение в 22 евро взято из европейского законодательства. Там действительно действует такая норма, европейцы с товаров, которые стоят свыше, должны платить растаможку. Европейские правительства объясняют это тем, что они защищают внутреннюю экономику страны, отстаивают внутреннего производителя, закрывают границы от товаров, дешевых товаров из Китая. И это действительно правильная норма, правильный вектор развития. Но друзья, нам пока до этого очень далеко. Это как тюнинговать инжектор или выхлопную систему гоночного автомобиля, не имея на нем колес. Друзья мои, в нашей системе борьбы с контрабандой нет колес, в защите экономики нет того, на чем можно ехать, а мы уже начинаем лезть в какие-то мелочи. Главной проблемой существования контрабандных схем под прикрытием почтовых доставок является отсутствие контроля за самими службами доставки, отсутствие реестра получателей, отсутствие какой бы то ни было информации о том, что происходит с грузом по пути следования на внутреннюю таможню, где и происходит растаможка этого груза. То есть это огромная дыра в законодательстве. И введение лимита в 22 евро абсолютно эту проблему не решает. 22 евро ударит исключительно по добропорядочному гражданину, который везет товар, свой груз через белого почтового оператора и этот человек будет платить налоги. А рядом с ним будет ехать товар контрабандный на серого оператора доставки и этот товар никто не будет трогать. Вспомните историю с премиум пакетом, который вез 3,5 тысячи телефонов стоимостью от 150 до 800 долларов, заявив, что каждый из них стоит 24 доллара и является доставкой на определенного адресата. Что помешает тому же премиум пакету задекларировать этот груз стоимостью 200-400 евро как 18 евро и ввести его точно так же на эффективного получателя. А ваша куртка за 100 долларов, привезенная из США, будет растамаживаться, будет досматриваться, а мимо будут ехать вот такие вот грузы, потому что отсутствует основное, отсутствует система контроля. Кроме этого, введение этого ограничения наоборот дает толчок к развитию контрабандного рынка. Ведь та куртка, которую вы еще вчера могли купить за 100 долларов за рубежом, будет обходиться вам в Украине за 130 долларов. Контрабандисты под прикрытием левых почтовых посылок будут ввозить эту куртку и продавать ее вам в Украине за 110-120 долларов, потому что вам это будет обходиться дешевле. То есть это дополнительный толчок к развитию контрабандного рынка, без установления понятных и прозрачных правил игры на рынке перевозок. Еще в 2007 году, 11 лет назад, на таможне был подписан приказ 728, согласно которому обязывалось создание электронного реестра учета товаров и посылок, которые перевозятся экспресс-операторам. Предписывалось создать систему контроля грузов, контроля операторов, реестра получателей, и это позволило бы еще 11 лет назад избежать появления этой контрабандной схемы, которая за последние годы разрослась до невероятных размеров, но это не было сделано. Почему, друзья? Потому что все бенефициары этих схем сидят в тех структурах, которые должны были созданием этого приказа и заниматься. Налоговая служба, таможня, Кабмин, администрация президента, парламент, все те, кто контролирует эти компании нелегальные, все находятся в этих структурах. Их всего, друзья, в стране 28. 8 почтовых операторов и 20 служб экспресс-доставки. Скажите, пожалуйста, знают ли силовики и налоговики, кто из этих 28 структур занимается контрабандой? Я думаю, что да, потому что они же в ней и участвуют, и ее контролируют. Я вам сходу называю три компании, которые занимаются исключительно контрабандой на украинском рынке. Это почтовый оператор премиум пакет и две службы экспресс-доставки, International Courier Service и Восточноевропейский экспресс. Ну, не могут силовики и налоговики не видеть, что премиум пакет в августе этого года вез в Украину товаров на 150 тонн больше, чем везла Укрпочта, главный национальный оператор. Или что International Courier Service вез в страну посылок, доставок в два раза больше, чем вместе взяты новая почта, FedEx и TNT. Могут этого не видеть налоговики? Не могут, они знают, потому что бенефициары этих компаний являются действующими или бывшими сотрудниками всех этих структур. Поэтому, друзья, введение лимитов 22 евро ударит исключительно по вас, по возможности людей покупать товары. А контрабандный рынок как был, так и будет существовать. Потому что никто не хочет бороться с первопричиной его появления. Подписывайтесь, делитесь этим видео. Я всегда с вами. Всем пока.